Фамилия, имя, отчество, назови. В ноябре на перекрестке улиц Семенюка и профессиональные сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков задержали молодого человека, по данным оперативников, перевозившего для реализации наркотические вещества. Как выяснилось при себе, Дмитровчанин имел большой пакет амфетамина и 10 маленьких свертков этого синтетического наркотика. Небольшие дозы он хранил в специальной баночке. Также для коллекции 25-летний житель микрорайона ДЗФС держал в кошельке 20 граммов гашиша. По данным следствия, амфетамин молодой человек изготавлял самостоятельно, у себя в квартире, пока дома отсутствовали родители. Лицо наркоторговца мы скрыли, так как пока по его уголовному делу решение суда еще не вынесено. А для чего он у тебя? Просили забрать, передать. То есть для передачи? Вообще не верю, понятие, что там. Задержанный молодой человек сам наркоманом не является, что, кстати, нетипично. Спайсом и амфетамином чаще всего торгуют местные жители. 80% из них молодые люди до 28 лет. И почти все они сами употребляют свой смертельный товар. Зато в другом ситуация типичная. Молодой человек свободно производил и распространял синтетические наркотики прямо под носом у собственных родителей. Но настоящую опеку, правда, в комплекте с наручниками, он получил только когда попал под наблюдение сотрудников правоохранительных структур. В этом году сотрудниками ФСКН было возбуждено 81 уголовное дело по торговле героином, синтетическими наркотиками и организации наркопритонов. А изъято наркотиков на территории Дмитровского района было в этом году в разы больше, чем в 2013. В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время по данному делу назначена экспертиза. Среди изъятых в этом году наркотиков превалирует героин. Это связано с обнаружением весной на квартире одного из драгдилеров крупной партии этого опаснейшего зелья. 10 килограммов. Было заведено множество уголовных дел по производству и распространению синтетических наркотиков. Но там партии были небольшими. Также в этом году на территории Дмитровского района было закрыто 6 наркопритонов. Кто находится в той комнате? Кухня. По изготовлению амфетамина. Молодая дмитровчанка осенью этого года была задержана в собственной квартире, где она производила амфетамин. Одновременно с ней в квартире были задержаны 3 посетителя, которые пришли за очередной дозой синтетики. К дому на улице Школьная уже давно была протоптана тропа из желающих недорого приобрести так называемый дизайнерский наркотик. То есть вы сами изготавливали амфетамин, правильно понимаю? Да. Где вы его изготавливали? В ванной. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232, это содержание притона, и по части 1 статьи 228 за хранение психотропного вещества амфетамин. В последние 5 лет смертность от наркомании непрерывно растет, потому что резко начало расти число наркозависимых людей, и прежде всего среди молодых россиян. Сегодня молодежь – самая незащищенная часть нашего общества. Незащищенная психологически от многочисленных вызовов нашего времени, обделенная вниманием занятых зарабатыванием денег родителей. Надо признать честно, сегодня наше государство слабо противостоит тому наркотическому цунами, которое обрушилось на наше общество. Приобщаясь к наркотикам, молодые люди попадают в заколдованный круг. Они пробуют дурь, чтобы забыть о проблемах жизни. Потом продают дурь, чтобы самим заработать на дозу. А затем они становятся марионетками, с помощью которых наркобоссы зарабатывают свои миллиарды. Маш, сегодня что-то есть запрещенное? Да. Что? Что? В этом году на МКАДе был задержан безработный мужчина без регистрации. Под капотом у автомобиля был обнаружен тайник, в котором хранилось 860 граммов героина в упаковке от пелеменей «Сибирская коллекция». Вот где-то здесь в лесу задержанный оставлял героин, просто прятал его в снег. Например, делал лунку, сюда закладывал, потом присыпал, аккуратненько. И все, когда надо, отсюда забирал. И оставлял там пометочку, ломал ветку на дереве, чтобы не забыть. Проживал этот наркодилер в Дмитровском районе, в строительной бытовке, под которой хранил 3 килограмма героина. Он был мелким оптовиком, ему доставляли в Дмитровский район партию, а он уже развозил ее в Москве по точкам продаж. Сегодня Дмитровский район стал одним из мест крупного складирования наркотиков, перевалочным пунктом, откуда партии уже расфасованного смертельного зелья распространяются в Москву и дальше в Европу. Противостоять этой чуме, охватившей наш регион, нужно сейчас. И начинать нужно с собственных детей, чьи неокрепшие души – главный объект вожделения для наркоторговцев. Субтитры создавал DimaTorzok